всем 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 привет из канады всех приветствую в холодный до сих пор канаде у нас сильно похолодало и я вот опять в зимнем что делать в принципе апрель месяц еще конец апреля еще довольно холодно у нас бывает значит сегодня мы пойдем с вами магазин манго и это не будет тот магазин манго который я обычно вас беру с собой потому что обычно у нас раньше магазин манго был только как корни в большом универмаге и поэтому там было все как-то не все лето продавали свитера на селе всю зиму продавали летние платья на селе там не было толком ни бижутерии ни украшений ни обуви ни сумок в общем ничего такого и не было последних коллекций туда как-то завозили какие-то остатки чего-то непонятно чего и вот значит недавно у нас открылся прямо отдельный магазин манго который открылся по второму разу у нас они уже были их потом закрыли и снова открыли и вот я видела я уже там была один раз я так просто мимо проходила не заглядывала сегодня я хочу туда посмотреть зайти посмотреть то что что я видела вроде бы там как бы висят прям такие летняя коллекция сумочки туфлики все как положено вот и пойдемте посмотрим я не знаю если вот примерки в общем потому что что-то манго на мне как-то не садится ну возможно я что-нибудь найду а пока что беру с собой так мы с вами находимся в пригороде торонто город со смешным названием миссис ага не выговорите даже его это выговорить если вы не не живете в канаде и вам это название незнакомо и мы здесь все время находимся с вами на самом деле потому что это находится очень большой шопинг-центр возле моей работы вот этот магазин саймонс мы с вами ходили и я с работой часто сюда заезжаю это один из самых больших торговых центров в онтарио точно возможно даже в канаде и вот здесь у нас открылся открылся магазин манго вот мы проходим всякие разные магазины я не знаю может быть вам это интересно или неинтересно пройтись со мной по нашим по нашему торговому центру этот магазин pink это молодежная линейка магазин victoria secret вот этот магазин лосенза это тоже магазин белья здесь очень шумно и везде музыка я не знаю если меня хорошо слышно ну в общем всякие магазины стив мэдден вот этот магазин одежды канадские и американские даже точно не знаю всякие лотки вот с украшениями из бижутерии кто-то опять кричит какие-то кричат дети здесь вот обувь сумочки а идем мы с вами магазин манго вот видите манго витрины продавцы что-то бегать суетятся и вот написано что 30 процентов а 30 процентов скидка если вы покупаете на сумму 260 долларов окей вот костюмчики ли он по-моему у входа жилеты посмотрю вот они висят много льна но тут мне пришлось включить музычку потому что музыка в магазине играла с такой громкостью безумной что я просто себя не слышала то что я говорила а действительно много изделий из льна и вообще много есть чего интересного я кое-что сняла но в основном самое интересное будет в примерочной то что я взяла с собой в примерку буквально через несколько минут встретимся с вами в примерочной и 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 Продолжение следует... Привет, друзья! Мы в примерочной в Манго. Музыка гремит так, что я думаю, что меня не слышно. В отличие от предыдущего магазина Манго, там музыки не было. Здесь музыка гремит так, что как будто им платят за то, что... за громкость. Я сегодня не особенно нарядная, если честно. У нас похолодало, и мне так неохота было вообще наряжаться. Вот знаете, бывает. Встаёшь утром, и настроения никакого. Ну, не то, что уставишь, какой-то сон, и надеваешь на себя первое, что попало. Сейчас я сниму куртку. У нас просто резко так похолодало. Стало очень холодно. Просто чёрные джинсы на мне сегодня. Вот такая вот полосатая, тонкий свитер. Вот такая вот кофта. Прям кофта такая на пуговицах. И вот много маниста. Всё, давайте примерять. У меня сегодня есть синий-белая гамма. Вот так вышло. Я не специально. Так получилось. Так, первое платье синего цвета. Очень приятное. Довольно базовое такое платье рубашка. Что мне здесь нравится? Здесь большие, примерочные. Просторное зеркало, яркий свет. Ну, музыка, конечно, убийственная. Короче говоря, платье. Оно, знаете, образует впечатление чего-то... Вот такая ткань из купра, или как-то так она называется. Но мне кажется, что... Что это нет. Я посмотрю потом состав. Ну, мятая, конечно. Ну, кстати, здесь у них у входа в примерочную стоит опариватель. Поэтому я не знаю, почему все вещи мятые. Мне оно, в принципе, нравится. Базовый фасон. Оно не рубашка полностью. То есть оно пуговицы только до пояса. Сзади на талии резиночка. Сзади, что очень удобно. И здесь вот такой вот пояс. Как бы пришитый, видите? Он сшит. Но, в принципе, даже без пояса. Видите, какой у него фасон? Он отрезной по талии. Здесь у него такие вот складочки. Пуговички, воротничок. Небольшой рукавчик симпатичный. Очень неплохой платье. Я хочу сказать, что оно очень приятное на теле. И вот такой фасон, в общем-то, стройнит, мне кажется. Стройнит и делает такой вот, в общем, нигде никаких лишних нету оборок и объемов, которые могут увеличивать фигуру. Кстати, довольно большой разрез сбоку. Видите? А, со мной справа, точно. Окей. Ну ладно. Я принесла белый льняной пиджак. Жакет. Пиджак. И я буду его примерять совсем. Потому что у меня сегодня все. Видите? У меня еще есть такой синий комбинезон. Белая юбка, льняная. Вот такая футболка в полоску. И вот такой вот топик. Вот все это вместе. Я буду примерять вместе с этим жакетом. Но начала я его примерять на платье. Он немножко мне большой. Чуть-чуть. Ну, в принципе, не страшно. Конечно, он мог бы быть меньше размеров, но нет. У них есть либо маленький размер, либо больший. Вот это большой размер. Следующий был уже такой, что я бы боялась, что он мне будет маловат. В принципе, жакет мне плохой. Это лен. Я не знаю, насчет подкладки. Я проверю. Но похоже, что хлопок. И я бы показывала в магазине, что они есть голубые, розовые. В общем, всех цветов. Нижно-голубой, такой яркий фокси. Жакеты, брюки, жилеты. Вот такого вот плана есть. Разных цветов. Льняные. Сейчас манго. Я посмотрю, сколько он сейчас стоит. Да, вы знаете, он сделал... Жакет сделан из льна, а подкладка сделана из хлопка. Очень хороший состав. И стоит он 120 долларов канадских. Что, в общем-то, вы знаете, для жакета льняного с хлопкой подкладка не так уж и много. И я примеряла размер американский 12-й. Мне бы надо, наверное, 10-й. Лучше было бы немножко, но не было. И я решила взять побольше, чтобы уж точно в него войти спокойно. Вы знаете, очень достойный, очень достойный жакет. Я обычно манго ругаю, вы знаете, да? Ну, потому что у нас манго, то, что я вам показывала, это был какой-то левый манго. А вот это самый настоящий магазин манго с последними коллекциями. Значит, платье 83% модал и 17% полиэстер. И стоит оно 100 долларов. Размер ларч я примеряла. Мне кажется, что здесь немножко все дешевле, чем было в том манго, который я раньше ходила. В всяком случае, цены дороже, чем в Заре, но не настолько. Потому что на самом деле, то, что я раньше ходила манго, вот как бы в корме, который был, видимо, они платили еще какую-то дань универмагу, в котором они снимали этот угол. И он выглядел, наверное, поэтому все было дороже. Вот видите, какой фасончик у него сзади, резинка у него в талии, что очень удобно. Это размер ларч, я, по-моему, говорила или нет. И вот здесь, вот спереди, две такие завязки на пояс. Комбинезон, девочки, шикарный цвет, хороший фасон. Сидит на мне, по-моему, неплохо, но как же я с ним намучилась. И сейчас я вам расскажу все, что произошло. Во-первых, так, я очень люблю комбинезоны, и мне комбинезоны идут. Но я покупаю комбинезон, который можно легко снять и надеть, потому что иначе это мучение. Вот этот комбинезон конкретно, у него замок сверху донизу, то есть сверху до вот до боку. И я так мучилась, чтобы его застегнуть. Я даже не знаю, как я сейчас его расстегну. Это тоже, наверное, будет мучение, но не расстегнуть его невозможно, потому что вот здесь вот он широкий. Но в талии, если я не расстегну замок, который вот здесь на уровне талии, я из него просто не вылезу, потому что он довольно такой облегающий здесь. Ну, что вам сказать? Плюс ко всему, низ мне нормально, верх мне большой, потому что у меня примерно где-то размер, разница между верхом и низом. И вот это всегда как бы проблема. Видите, вот все вот это. Вот, но здесь можно это ушить, конечно, и подмышками. Ну, в общем, вот здесь вот отопыривается. Короче, пояс плохо завязан, потому что здесь он привязан леской и очень перекручивается все. С поясом намучилась, совсем намучилась, девочки. Но цвет потрясающий. И фасон неплохой. Видите, он так неплохо сидит. Даже стройнит меня, мне кажется. Правда? В принципе, если найти такие брюки и какой-то топ, ну, вот не получается у меня найти такие брюки. Вот я примеряю комбинезоны, например, мне красиво. Я пытаюсь найти такие же брюки, чтобы мне было красиво, но это так трудно и так сложно. Целая проблема. Почему-то комбинезон, вот они как-то так шьют, что выглядит это на мне, во всяком случае, намного лучше, чем просто брюки. Вот так он выглядит сзади, в принципе, на попе сидит неплохо. Вот примерила его с жакетом, в принципе, очень неплохо. Вот этот жакет хорошо очень будет выглядеть с брюками, лучше, чем с платьем, потому что вот я примеряла с платьем, и как-то это было, а вот с брюками прямо супер, что у меня здесь нитка. Что еще хочу сказать, что в нем нету кармана. Вот мне кажется, что здесь, в комбинезоне в этом не хватает карманов. Должны быть здесь карманы. Так, состав очень хороший, значит, 100% лен и подкладка, 100% кнопок, но подкладка сделана только до талии. То есть там, где брюки, там подкладки нет. Значит, это размер large. И видите, он мне внизу более-менее нормально, а здесь сверху он весь какой-то мне был большой. Единственное, что вот если вот так вот зашить здесь, то, возможно, и подмышки как-то не выглядели бы так, не такими большими. Пояс с пряжкой. И вот сзади у него молния от верху до... Ну, в общем, вот где-то вот до сих пор. Надеть его не расстегиваю, не застегиваю молнию невозможно, потому что он довольно узкий в талии. Я намучилась его снимая, я намучилась его одевая, поэтому даже если бы он подходил мне в размер, в общем, не знаю, ну, 120 долларов он стоит. Мне хотелось его примерить, потому что мне было интересно, как нам не сядет этот комбинезон. Цвет потрясающий, цвет великолепный, состав хороший, лен с хлопком, ну, все, что нужно. Так, короче, у меня абсолютно морская тематика сегодня. Ну, вы поняли, я не знаю, почему. Видите, у меня все сине-белое, все такое няное хлопчато-бумажное. Юбка, судя по всему, льняная. Судя по всему, я ее привы надела, сейчас поправлю. Мне она нравится, мне нравится ее фасон. Видите, она довольно здесь такая прямая и немножко расклешенная. Вот внизу. Вы знаете, что, я не знаю, мне кажется, у них здесь какие-то зеркала специальные, потому что я, может, мне кажется, девочки, но я как будто похудевшая, да, хотя я нет, или мне кажется, или вы меня сейчас наругаете, скажете, что я корова, которая в зеркале видит себя стройной. Но юбка мне нравится, единственное, что мне в ней не нравится, в ней нет подкладки, а она довольно такая прозрачная, немножко светится, и под нее нужно обязательно что-то надеть. Какую-то нижнюю юбку, если у вас есть, а если нет, то это, конечно, проблема. И вот такая вот просто белая полосатая футболка, белая с синим, тоже мне очень нравится, такая темняшка с крупными полосками, довольно такой простой базовый наряд. Вот я выголила на него свои бусищи, чтобы это выглядело более, менее простым базовым нарядом. футболка не длинная, я ее так подзаправила, но в принципе, видите, вот она вот такой длины, и мне тоже это нравится, что она не очень длинная. Может, я ее сейчас полностью заправлю в юбку, немножко живот у меня в ней торчит, конечно, но это у меня мой, так сказать, что есть, то есть, живот как живот. Видите, я полностью ее заправила, и вот она просвечивается в полоски, то есть, юбка светится, но фасон хороший, симпатичный, ткань неплохая, надо посмотреть цену, и вот такое, знаете, легкая летняя такая база, очень неплохо. И вот с пиджаком очень неплохо, с жакетом очень неплохо это выглядит, белый комплект, тельняшечка такая вниз, по-моему, неплохо. Очень по курортному, мне очень нравится, по-морскому. Брюки есть такие, в принципе, можно купить белые брюки, если юбку вы не хотите, или брюки и юбку, можно надеть вниз жилет белый, с брюками, с жакетом, будет очень красиво. Так, футболка, конечно, стопроцентный хлопок, это был размер медиум, 25 долларов она стоит, вообще недорогая, и, в принципе, медиум мне нормально, мне кажется, ларч был бы большой, смотря для чего, если носить ее на выпуск, то мне, наверное, нужен был ларч, а если заправлять, то лучше медиум. Я еще принесла такой топ трикотажный, видите, юбка, можно с ней немножко, должна была быть больше размер, потому что она как-то очень высоко сидит. Мне кажется, если бы она вот как-то ниже сидела, то было бы лучше, но и здесь была бы пошире. Но опять же, дорогие девочки, которые меня критикуют, что я примеряю вещи не по размеру, вы когда приходите в магазин, и нет вашего размера, ни в зале, ни на складе, вы ничего не можете с этим сделать. И если у вас в голове сложилось, что вы хотите померить то, это, пятое, десятое, то вы берете и несете в примерочную, потом окажется, что это маловато, это великовато. У вас никогда такого не было, что вы берете в примерочную вещь, и она вам не по размеру. А в магазине нет другого размера, более подходящего для вас. Хорошо критиковать, когда вы находитесь не в этой ситуации. Поставьте себя на мое место на пять секунд, и вы поймете, почему я иногда примеряю вещи, которые мне не совсем по размеру. Короче говоря, вот этот топик, мне потрясающе нравятся их синие цвета здесь в этом магазине, но я его на самом деле принесла не для того, чтобы примерять его вот так вот, а принесла его для того, чтобы сверху надеть жакет, и посмотреть, как это будет. Мне кажется, что это очень красиво, красивее, чем с футболкой. Вот я именно для этого его принесла, он немножко мне тоже великоват, он очень открытый, но очень большой декольте и очень большой вырез такой на спине открытый. Но я принесла его для того, потому что я не была уверена, что с футболкой будет хорошо выглядеть юбка с жакетом. Поэтому я принесла вот такой вот просто синий топик, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть с жакетом. По-моему, вот любой такой вот топик и сверху жакет, который прикроет плечики, там лишнюю грудь, которая торчит не в том направлении. Так, юбка стопроцентный хлопок. Нет, стопроцентный лед. Юбка стопроцентный лед. Стоит 120 долларов. Размер американский десятый. Мне, наверное, лучше было бы двенадцатый, потому что она мне так в пузе немножко обтягивает и как-то высоко на талии она у меня сидит. Был бы больше размер, она бы немножко ниже спускалась, было бы лучше. Минус ее в том, что она без подкладки и поэтому, видите, очень сильно просвечивается. Поэтому нужно под нее надевать что-то вниз. А так, в принципе, достойная юбка, достойная ткань, неплохой пояс, хорошо сделан, нормально. В этом моменте мне пришлось снова наложить озвучку, потому что YouTube зарубил вот именно этот кусок. Очень громкая музыка. Значит, здесь я рассказываю про этот топ потрясающего синего цвета. Стоит он 40 долларов. Примеряла я размер экстра-лардж. Опять же, был размер медиум в магазине и экстра-лардж. Я побоялась, что медиум не будет маленький. У него довольно большой вырез спереди и сзади. Вот видите, сзади тоже большой вырез. И, в принципе, я считаю, что его можно носить на две стороны. То есть, вот таким вот вырез передом и перевернуть и будет вырез круглый, если только отрезать этикетку. Состав у него неплохой. В нем что-то достаточно много вискозы, процентов 60 чем-то. Все остальное, конечно, синтетика. Но я думала, честно говоря, что он весь будет из синтетики. Но в нем присутствует довольно большой процент вискозы. Так, что хочу сказать в заключении. Я хочу сказать, что мне сегодня понравилось в манго практически все. Мне понравилась большая, удобная, примерочная. Мне понравилась одежда, которую я примеряла сегодня. Вы знаете, как всегда, я ругаю манго, что дорого, фу, синтетика, некрасивая, неинтересная, ничего особенного. А тут вот такие вот симпатичные вещи. Все льняные, все хлопковые, все, в общем-то, натуральные и довольно хорошего качества. И цены, вы знаете, цены не такие безумные. В прошлые разы, я когда примеряла что-то в манго, я поражалась этим ценами. Откуда, с чего манго думает, что если они поставят цены в два раза больше, чем, например, в Заре или в H&M, у них кто-то что-то будет покупать. А вот здесь они как-то, видите, отдельный магазин, который открыли, они как-то очень, какие-то цены, ну, более или менее такие несмертельные. Хотя все равно, конечно, дороже, чем в Заре. Но я не уверена, вот льняные вещи в Заре тоже не очень дешевые, поэтому возможно, что цены примерно, ну, повыше, конечно. И у них есть, видите, 30% скидка. Если вы покупаете на сумму больше, чем 260 долларов, то, в принципе, это довольно хорошая скидка, 30%. на 260 долларов здесь купить, когда каждая вещь стоит больше сотни, это как вообще, как плюнуть. Две вещи покупаешь, и уже будет 260. Все, девочки, на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что мне удалось переключать музыку, иначе мне надо накладывать озвучку, это всегда очень сложно, я не люблю это делать, потому что пропадает эмоция. В момент съемки есть эмоция, а когда вы накладываете озвучку, то это уже такое бу-бу-бу из дома. Вот, но вряд ли, конечно, музыка такая гремящая, что это ужас какой-то. Все, люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Девочки, кто здесь из Торонто, этот магазин находится в Миссисаге, в Моле, Сковорова. И вот такой, он не очень большой, но вот вещи неплохие. Все, всем пока, люблю, целую, бай-бай.